Рубен, добрый день. Добрый день. Большое спасибо, что согласился на интервью со мной. Дело в том, что я думаю, что нашим зрителям представлять не надо, кто такой Рубен Варданян. Как минимум мы все равно сделаем сноску и вкратце все расскажем. Но дело в том, что мы интервью планировали, наверное, еще месяц назад. И были немножко другие настроения. Мы, наверное, собрались говорить в принципе, в целом. Даже иногда о каких-то абстрактных, может быть, вещах. Но вот вчера, 16 ноября, произошло, скажем так, военное столкновение. Слава богу, сегодня же, ну точнее вчера к вечеру объявили, что с помощью Шойгу стороны пошли на примирение. Но, опять же, да, так вот год после 44-дневной войны уже прошло. И постоянно были статьи про то, что послевоенная Армения. И вот вчера у меня сложилось ощущение, что никакой послевоенной Армении нет. Что Армения всегда в состоянии войны. Какие вот ваши мысли про это? И что, какие ощущения вообще? Что происходит? Я бы разделил твой вопрос на три разные части. Первое, это в принципе, какой был сделан вывод после 44-дневной войны нами, как страной, нации и государством. И какие были сделаны действия, чтобы, понеся большие потери, и потерпев поражение, и потеряв очень большое количество жизни молодых ребят, к сожалению, на мой взгляд, мы очень быстро как-то смирились с этим, что, в общем, ну, произошла трагедия, горе. Ну, мы с тобой выросли, там, еще в те времена, когда, в общем, на улицу приходилось выходить, и всегда, там, во всех драках ты побеждал, да? Ты иногда бывало наверняка, что, и, в общем, не получалось выиграть. Ну, в общем, не конец жизни. Если ты делаешь несколько очень важных вещей. Первое, ты не теряешь своего достоинства, даже проиграв. Второе, ты делаешь этого выводы, и дальше начинаешь тренироваться, и станешь сильнее с тем, чтобы не повторить те же самые ошибки. Даже не то, чтобы дать сдачу, но просто чтобы в следующий раз это не получить такую же ситуацию. И третье, ты не пытаешься делать вид, что этого не было с тобой, как бы это вообще, как бы не со мной произошло. Но, к сожалению, проблема номер один, что и в обществе в целом, и правительство тоже, зао такой фонд, что все, вот сейчас, ну, что-то было там, погибли люди, но вот это произошло не с нами. Вот мы там, жизнь продолжается, и меня бесила ситуация, когда я приезжал, там, даже во время войны, и видел там полный ресторан, и ощущение было, что какой-то параллельный мир. Да, то есть, первая проблема, что не было такого морального осознания того, что произошло, и какие надо сделать выводы. Второе, мы последние 26 лет жили в состоянии ни мира, ни войны, и это такое было странное ощущение, восприятие того, что происходило в Армении после 1994 года. Но вот прошедший год еще, пока, еще более странное, в принципе, было заявление 9 ноября, которое остановило военные действия, но опять ни мира, ни войны было ясно, что ситуация абсолютно неопределенная. И вместо того, чтобы максимально мобилизовать народ, мобилизовать нацию, мобилизовать нас всех на то, чтобы, ребята, мы должны сейчас строить сильную Армению, мы должны все вместе делать все возможное для того, чтобы пройти этот тяжелый путь, этот тяжелый этап, и посоздать сильную Армению, мы погрузились в бесконечные разборки на уровне политических партий, в обвинение друг друга, кто враг, кто капитулянт, кто предатель, а кто там что сделал плохого. И это, конечно, совсем не добавило ни сил, ни духа внутри страны и во мне, всем нам, всем, чтобы понимать, что окей, ребята, война еще не закончилась, ничего еще не закончилось, мы еще и Арцах не потеряли. По большому счету, это очень неправильное восприятие, что мы Арцах потеряли. Это вообще не так, более того, там же продолжается жизнь, живут люди, и там надо активно строить и помогать. И это не только на уровне государства, это не только на уровне правительства, это на уровне всей нации в целом. Но, к сожалению, вот это ни мира, ни войны, ощущение, которое очень удобное, аннуаз сохранилось. И такое вот, вроде как бы война есть, там какие-то проблемы есть. И это, конечно, очень опасно. И третья вещь, которая тоже очень странная, произошедшая, что, в общем-то, мы получили новую ситуацию по границе с Азербайджаном, в которой меня всегда вызывал вопрос, почему не надо было изначально готовиться, если мы понимали, как предыдущее руководство говорило, что мы рано или поздно, как минимум, пять районов отдадим, ну, как минимум, большую часть границы можно было уже обустраивать правильно, как должно было быть. Но когда ты видишь, в каком состоянии находятся наши пограничные посты, как на самом деле оборудована граница, которая сейчас стала резко выросла, и тут, конечно, много вопросов о того, насколько мощно и много сил было брошено в основании границы, и насколько серьезна была реконстрация сил, в том числе дипломатическая, информационная и командная работа на то, чтобы просто профессионально выполнить то, что надо было сделать. В общем, все три проблемы, мне кажется, очень серьезные, и они очень серьезные вызовы, то есть не осознание того, что было произошло, почему произошло, выводы, и как из них сделать выводы, чтобы стать сильнее, а абсолютное состояние мира не войны, и в очарцах не наши проблемы, и такое некоторое спящее состояние. Третье, абсолютно концентрацию усилия на то, чтобы ключевые вызовы решить профессионально, моментально, быстро, с концентрацией всех лучших ресурсов, которые есть, мобилизация всего того, что есть и в Армении, и в армянском мире. Ну, мы это понимаем, что этого не произошло, конечно же, и, соответственно, очень много было неловких моментов, когда у меня есть ощущение, что просто мы вот все эти 26 лет жили немножечко в каком-то информационном мире обманчивом, потому что нам говорили о том, что, в принципе, все хорошо, что у нас очень сильная армия, что мы способны отразить абсолютно любой удар, то есть постоянно шли такие разговоры, что да, не беспокойтесь и так далее. И, в принципе, даже во время самой войны было полное ощущение, что все в порядке. Ну, то есть такой был информационный поток. А потом внезапно вот произошел как будто такой определенный удар, и вдруг мы все стали смотреть вот репортажи, когда военные, мы увидели вот просто абсолютно, ну, избушки это можно называть, то есть по-армянски это говорят бун, в котором, да, вот вдруг мы видим, живут эти люди в этих районах, и возникает вопрос, ребят, а что вы сделали за 26 лет для, в принципе, Арцаха? То есть, ну, что вообще такого, что вы там воссоздали или что вы построили, чтобы сегодня, ну, там что-то было иначе? То есть есть ощущение, что это просто, ну, как заброшенная территория была, по большому счету, для, там, руководства Армении. Поэтому, ну, вот, что сегодня, каким образом даже те оставшиеся территории могут, ну, могут каким-то образом изменить ситуацию, и что там вообще может измениться? Ну, во-первых, мы хотели быть обманутыми. Ты знаешь, если человек не хочет быть обманут, его нельзя обманывать. Или сложно обмануть. Давай, будем говорить откровенно, 80% и больше армян, живащих в Армении, не были в Арцахе за эти 26 лет. И, ну, кроме того, чтобы поехать, если там сыновья служили, родители, но, в общем, большинство не ездило, не видело ту землю, на которую пролили кровь, большое количество ребят в Первую Карабахскую войну. И это, к сожалению, создало очень отрицательный эффект того, что Арцах не воспринимался как часть армянского мира. И в этом смысле проблема Арцаха считалась как бы проблемой отдельной. Второе, ну, пришли к власти люди родом из Карабаха, из Арцаха, и с негативным отношением к отдельным личностям и нашей психики. Такой нашим психологическим подходом к тому, что кто из какого района, там, из Лоу-Рейли, из Ширака, или из Карабаха, сразу воспринимается как определенный клан, и это все вызывало очень негативную реакцию, то вспоминалось очень негативное мнение по отношению к Арцаху. Третье, связи с тем, что под соусом, что мы находимся в полувоенной ситуации, очень много проблем не решалось, и говорилось, что мы деньги направляем на Карабах, мы деньги направляем на Арцах, мы деньги направляем... И много денег направлялось, я хочу сказать, это не так, чтобы там все было заброшено, там просто вопрос эффективности, насколько это все было максимально сделано, продуманно, как это было сделано в разные годы, то возникла проблема, что... Да, ощущение, что вот Арцах – это головная боль, отдельно где-то находящаяся, из-за нее гибнут ребята, оттуда пришли люди, которые стали обогащаться за счет Армении, плюс они не делают, не решают проблему, говорят, что все идет на Арцах. То есть формировался такой фон очень опасный, в котором мы сейчас имеем последствия, что большое количество армян в Армении в принципе были удовлетворены, что проблема Арцаха решилась, и у них была иллюзия, что после 44-дневной войны, что вот сейчас Арцах в их голове потеряли, значит, при всем Армении будет все нормально, мы сейчас нормально заживем, не будет головной больше никаких проблем. Очень опасный такой был миф, который, я надеюсь, сейчас окончательно развеялся, и все поняли, что на самом деле это абсолютно не конец истории, пока мы не поймем, не осознаем, что Арцах – это вся Армения, это наша земля и наша родина, которую надо защищать всем, а не кому-то отдельно, ничего не изменится. Но когда мы вернемся, по поводу информационного поля, это тоже был феномен того, что мы действительно любим жить мифами, любим жить с некоторыми сказками, и, как сказал Мадимин Знаком, у нас очень много Каач Назаров и мало Давид Сосунских. Так вот, попытки же говорить были, в том числе, ты знаешь, мое выступление 5 октября, которое я сделал, оно было очень негативно воспринято, но я понимал, на что я шел, когда я говорил, и о том, о чем я говорил, я понимал, что мы уже практически, шансов на то, что мы сможем выиграть войну, нету. И я приду в том, что давайте как можно быстро остановить это. Но остановить войну – это очень непростое политическое решение, требующее очень сильной политической воли. И, к сожалению, ее не хватило нынешнему руководству это сделать, по разным причинам, мы можем долго обсуждать и легко осудить со стороны. Но я хочу сказать, в 16-й год у нас был очень хороший холодный душ. У меня тогда как раз служил мой сын в армии, и с 15-го года он как раз пошел добровольцем. И многое было видно уже тогда, что действительно иллюзия, что у нас самая сильная армия, иллюзия, что мы построили очень глубокий рынок, оборону, а главное, что современный мир ушел. куда-то было видно. И я должен сказать, что 16-й год был для нас очень важный вех, о котором я говорил несколько раз вместе с руководством, что для нас это последний такой звонок, холодный душ, который нам надо использовать. Ну, опять у нас есть проблема с тем, что мы живем с ощущением, что как-то все разрешится, как-то все обустроится, кто-то за нас все решит. Это постоянная надежда и вера, что кто-то должен нас защитить, постоянная надежда и вера, что кто-то должен для нас решить наши проблемы, и постоянная надежда и вера, что это не моя проблема, это проблема государства, проблема армии и так далее. Ведь надо сказать, Орик, очень важную вещь, армия и народ не стали едины. До 26 лет у нас все-таки была фантастическая ситуация, когда страна, находящаяся в войне, о фильмах про военных, о том, чтобы военные ходили по улице, и они были бы героями. У нас нету генералов, то есть посмертно, да, а вот при жизни генералов-героев или там не генералов, а ребят, которые прошли ветераны караватской войны, которые стали бы ролевыми моделями, по разным причинам, в том числе, как они себя вели, то частично, какие-то из них были очень достоинны, себя вели, какие-то занялись тем, что грабили и зарабатывали деньги, скажем так, незаконно, какие-то из них адаптировались и вошли в жизнь, как, в общем, мы знаем, ветераны афганской войны, ревидированные, какие-то не смогли. Но это очень важно, что восприятие в обществе, что мы, как вся страна единая, должны построить сильную Армению, построить сильную армию и сделать отца процветающим, не было. Каждый, как тут там подстроишь, пытался решить свои личные проблемы. Вообще, ментальность на уровне своей семьи, вот я решаю свою проблему, а что там вокруг меня, меня не волнует, это очень опасная вещь, которую я очень надеялся, после 44-дневной войны изменится, но я верю, что сейчас уж точно, вот этот, вот если мы сейчас уже не поймем, что вот это ощущение того, что я как-то сам решу все свои вопросы, а все остальное меня не волнует, ну, если его не сломать кардинально, то у нас, конечно, нет больших проблем. Я вчера, скажем так, когда вот все опять же произошло, и мы все начинаем судорожно смотреть, да, и телеграм-каналы, и все новости, которые какие-либо есть, и соцсети, и опять же, 99% того, что писали люди, кто-то пишет, где же ты, ОДКБ, кто-то пишет, а давайте писать письма в НАТО, кто-то еще что-то, то есть, в принципе, ситуация про то, что все начинают обращаться куда-то, и требовать, чтобы кто-то пришел и помог, она, в принципе, на мой взгляд, сохранена. Я просто, опять же, как мне кажется, такие вещи, наверное, должны идти от руководства, потому что обычный житель, то есть, получается, что он, в принципе, внутри себя решил, что его руководство не способно что-либо решить и как-либо его защитить, и в интернет-пространстве просто начинают предъявлять претензии, то Россия не та, то французы не те, то американцы нас бросили, то мы ждем, что Иран сейчас что-то для нас сделает. Но, то есть, опять же, насколько это сознание должно менять руководство, страна должна единым аппаратом работать, рассчитывать, что просто сам по себе человек всю эту схему, скажем так, поймет, мне кажется, просто немножко... Ты знаешь, и да, и нет, царик, потому что, вот ты, в ряде искусства, я там занимаюсь благодарительностью, каким-то бизнесом, мы все, соответственно, как элита, а мы с тобой являемся, элита не потому, что мы с тобой там очень крутые, богатые, или там, а потому что мы являемся пенингмейкером, мы людьми, которые определяют некоторую позицию отношения к каким-то вопросам. Ответ за то, чтобы вот это отношение менять, в том числе, через не только законы, потому что вот мы знаем проблему, например, абортов, потому что ты запретил законам абортов, или не запретил, это не меняется, ты еще должен иметь отношение к этому в обществе. И это такое вот восприятие, что каждый сам за себя, вот я там, своя семья, вот моя квартира меня волнует, а все, что за квартиры меня не волнует, это очень глубинная, серьезная проблема, которая есть в армянском обществе. И, конечно, руководство страны обязано, много для этого чего должно делать, но в этом обязаны нести и творческая элита, и религиозная элита, и бизнес-элита, и все те, кто имеют, даже улица. Еще раз, у нас большую роль играет улица. Мы знаем, что у нас там в Армении большое количество было авторитетов или полуавторитетов. Романтизация этого до сих пор. Да, 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 да. То есть, и вопрос на то, что это все люди, которые влияют на мозги обычных людей, была задача, что мы, как нация, должны консолидироваться, мы должны, как нация, быть ответственны за наше будущее, мы должны ответственность, иметь государственное мышление. А, мы не имеем государственное мышление, мы действительно считаем, что кто-то нас должен всем помочь нам, потому что у нас есть образ жертвы, и этот образ жертвы идет, к сожалению, после геноцида. И почему я всегда говорил, что Арцах это очень важно для нас. Для нас Арцах, вообще вся ситуация вокруг Арцах нас так важна, потому что Арцах была победа, где мы-то выходили из образа постоянной жертвы, которая постоянно нежит. третья, мы действительно не готовы взять на себя ответственность и сказать, я ответственный за то, что происходит в моей стране. Я говорю, кто-то другой, руководство обязано делать, кто-то другой, ну-ка не я. Саргин, это же все происходит не просто так, это потому что еще воспитание в семье, образование в школе, среда в обществе, это все принципиально должно меняться. Это моя страна, это мое правительство, я часть того, что происходит в моей стране, я что могу сделать? И вот эта мобилизация, например, которая была объявлена, которая была половинчатая, меня местило, когда я ходил по улицам Еревана, во время войны видел огромное количество толпы ребят, которые просто ходили спокойно по ресторану, но ничего не было. При этом у нас была объявлена частичная мобилизация. При этом те, кто были мобилизированы, рассказывали, что они приезжали, они мне давали оружие, у них не было возможности даже оградать помощь, потому что выяснилось, что все это было плохо организовано. Когда выяснилось, что нет нормальных бобомубежищ в Ереване, и люди не знают, куда бежать, в случае, если будут какие-то агрессивные действия по отношению к столице, но это фантастика, когда мы живем в стране, которая находится в полувоенном положении, и при этом вообще нету подготовки гражданского населения, знаешь, чем там, вот Вова, Вова, которая делает, да, или какие-то отдельные маленькие проекты. Так что у нас в общем глубинно серьезно несколько таких эшелонов проблем. И это, конечно, руководство страны и через патриотистское воспитание, и через законодательство, и через разные механизмы должны делать больше, и это можно пределить претензии. Но мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем то, что мы сейчас сегодня, вот мы 17-го там, ноября 2021 года должны осознать. Все, дальше отступать нет. Вот у нас на самом деле сейчас эмоциональный сардарабад, эмоциональный духовный сардарабад. Мы или проснемся из этого опиумного опьянения, что это не наша проблема, что это не наши задачи, что это кто-то другой должен решить, и осознаем, что это мы, все те, кто могут носить оружие, не могут носить оружие, но те, кто могут готовить еду, перебинтовывать, должны встать всеми и сказать, это наша страна. И стать вместе с теми ребятами, которые стоят на границе, и которых мы должны понимать, какая сейчас тяжелая ситуация, когда они находятся в таком половинчатом непонятном, то можно стрелять, то нельзя стрелять, то они имеют боеприпас, то не имеют, то у них есть какие-то правильные системы управления, то и нету. они должны ощутить, что за ними стоит весь народ, за ними стоит вся нация, причем не только в Армении проживающей. Это тоже очень важно. Это вот эти баблы, которые возникли и в Армении, и во Внекогда, это не моя проблема. Это же очень серьезно. Например, у нас есть технологические ребята, которые очень хорошо живут в Армении, очень счастливо зарабатывают хорошие деньги. Они работают на разные западные компании, получают несколько тысяч долларов. И для них это вообще не моя проблема. У меня все в порядке. И это надо менять, надо ломать и сказать всем, ребят, это все. Мы подошли к черте. Это черта. Или мы сейчас все вместе понимаем, что это наша страна, это наша армия, это наш солдат, который там стоит, это я в том числе такой же, как и он. И я частично являюсь частью его или мы потеряем все. И это очень важно. Сознание, которое я надеюсь, все-таки, и верю, не надеюсь, я верю, я верю, что это сознание придет. Мы должны сделать для этого очень много и ты, и я, и многие другие. Да, просто, когда мы говорим и в целом о сознании, есть ощущение, что на это требуются годы, а опасность, она как бы здесь и сейчас, и она может произойти каждый день. Именно поэтому немножко иногда могут опускаться руки, то есть ты не понимаешь, с чего начать. и даже когда, я думаю, к человеку приходит это осознание там в Армении, вне Армении, и вот он тоже находится в какой-то такой ситуации, когда вот вроде бы готов, а не знает, что делать, потому что, скажем так, я считаю, что у любой организации должен быть менеджер. Ну, то есть это давно доказано, что когда людей больше семи человек, им нужен лидер. И, ну, чего бы не было, да, в Армении, по-моему, официально два с половиной миллиона населения. Поэтому мы как-то говорили, вы сказали, что вот, ну, всей благотворительностью и всеми своими проектами вы, ну, как бы над политикой, в том плане, что вы работаете над тем, чтобы, ну, менять сознание в лучшую сторону. Я как бы думал об этом, и в какой-то степени у меня есть ощущение, что невозможно, конечно же, без участия государства и руководства менять это, скажем, идти какой-то параллельной дорогой, не обращать внимания, что вот происходит в этих эшелонах и как бы что-то менять. Как-то это должно происходить совместно, наверное. И опять же, все вот эти исследования, которые вы проводили, я даже у себя писал, вот... Да, я видел, спасибо тебе. Ну, просто для меня это все стало тоже в какой-то степени открытием, что там, ну, я же не помню точную процентовку, то, что 80% армян считает, что ну, там, забрали обратно 5 районов, да и слава богу, и так далее. 7, к сожалению. Да, 7 районов, и слава богу. Пусть еще гадруда еще шире. Да, и сейчас, вот мне вот интересен просто ваш прогноз на все это дело. Мы же понимаем, что все эти, скажем так, атаки, они же, ну, нужны им для коридора, для и каких-то других, то есть, провоцируют столкновение, чтобы продолжить, скажем так, дальше найти какой-то повод войти и там что-то, дайте, отжать, скажем так. Просто, что с этим делать дальше? То есть, опять же, каждый раз ждать, пока вмешается Россия или там вот кричать в соцсетях? Да, на самом деле, для того, чтобы тебе кто-то помог, ты первый должен делать по максимуму все, что ты должен сделать. Если ты говоришь, я, небольшой, у меня немного денег, но я, там, немного сил, но я до конца все, что у меня есть, ставлю на это, то поверь, намного проще получить и партнера более крупного, которые будут сказать, я с тобой вместе пойду и в бизнесе, и тоже самое военной ситуации. И это самое сложное, нам надо принципиально действительно изменить вот это вот восприятие самих себя и того, что это не моя проблема. И ты правильно вспомнил эту цифру, 80% были удовлетворены тем, что проблема Карабаха по их, Арцаха по их мнению решилась, и это страшная цифра. Огромный процент армян внутри Армении очень негативно относятся к арцахцам. 70% армян удовлетворены своей жизнью сегодняшней, при этом они плохо живут, но у них нет амбиций. Это реальность. И ее надо осознать и с ней бороться. И бороться с ней можно только одним способом. элита. Я все время буду произносить эти слова элита, несмотря на весь негативизм того, который существует в восприятии. То есть в наших головах люди ответственные за нацию должны взять на себя эту ответственность и сделать так, что мы должны все консолидироваться. Знаешь, есть такое старое высказывание, что когда на море шторм, то моряки бунтующего корабля объединяются, чтобы пройти шторм. Вот мы должны понять, что наша внутренняя ненависть, наша внутренняя разобщенность, наше внутренняя нежелание вместе собраться не оставляет нам шансов на то, чтобы мы прошли этот кризис. Первое, нам надо консолидироваться вокруг того, чтобы пройти этот тяжелый период. И, к сожалению, как бы у нас не были бы личные там сипатели и антипатики к разным людям, это руководство страны, это руководство церкви, это бывшие президенты, это бывшие руководители каких-то крупных объединений или сегодняшних объединений, которые должны оставить себе свои личные обидцы в сторону и сказать, мы понимаем, что страна находится на краю гибели, страна находится на краю потери своей самостоятельности. Мы должны сделать все, чтобы это не произошло. Потом мы разберемся, кто прав, кто не прав. Это номер один. Номер два, мы должны осознать, что если мы сами не станем сильными, если мы сами не станем такими, что мы можем защищать, может быть, немного, но полностью потратить свои все силы на защиту себя, может быть, мы не сможем защитить себя 180 дней войны, но мы сможем защитить себя на 20 дней. И то, что делает ВОМА, я очень рад, что он сегодня объявил. Пожалуйста, добровольцы, записывайтесь, вы можете научиться научить наружу и просто научиться элементарным правилам гражданской обороны. Это то, что нам надо мобилизацию. Я уверен, что нам надо объявить мобилизацию с точки терения не того, что мы готовимся к войне, а то, что мы и хотим напасть на кого-то, потому что мы хотим мобилизировать народ, который должен осознать эту проблему. Не будут решить марсиане, россияне, индусы, новозеландцы. Племя Маури не прилетит сюда и не будет за нас воевать. Мы должны встать и сделать все, чтобы наш сосед осознал бы, что вот эти провокации, это осознанно же очень не идеологически идет в войну. Мы же проигрываем не только военную, мы проигрываем и информационную войну, когда сбрасываются осознанно эти все клипы с пленением ребят. Это все на самом деле вкладывается в голову, что вот пораженческие настроения. Это очень серьезная идет работа, в общем, достаточно профессиональная со стороны нашего соседа. И тут очень просто, нам надо просто понять, а, мы должны осознать, что у нас критическая ситуация, и эта критическая ситуация нельзя будет спастись и лишить отдельно отдельно отдельного человека. Все надо проснуться из этого основного. Второе, надо мобилизоваться и потратить все свои ресурсы, чтобы сделать все, чтобы быть готовы к тому, что придется отражать очень серьезную агрессию. И эта агрессия должна отражаться не только в виде военного, но и информационного, и в виде любых всех каналов. Третье, мы должны забыть на время все свои обиды, претензии и так далее, и объединиться вокруг того, что мы должны сейчас сделать так, чтобы наша страна не потеряла свою самостоятельность. И это непросто, но это надо сделать. Я правильно понимаю, что в принципе Израиль это очень правильный референс для Армении, ну как сравнение, где каждый служит в армии, где каждый четко понимает, что нужно делать, где очень в принципе сильная оборона, когда и купол, и в принципе при этом все знают, что в любой момент может произойти бомбежка, но там очень развит туризм. То есть в принципе люди всегда живут в состоянии, что что-то может произойти, но они абсолютно в принципе доверяют своему государству и понимают, что защищены. То есть это в принципе та модель, которую мы могли бы построить в Армении. Я правильно понимаю? Да, однозначно, но при этом надо сказать, что там еще есть несколько очень важных моментов. Например, там Министерство обороны является заказчиком и спонсором большого количества технологических компаний, например, которые очень много гражданских технологий развиваются, потому что Министерство обороны Израиля, запустив какие-то военные заказы, дало возможность потом это сделать гражданским. То есть то, что тоже в Армении не произошло, что армия была отдельная, страна была отдельная и экономика Армении никак не зависела от армии, кроме того, что она была большие деньги, то есть на ее бюджет, на закупку вооружения, а не создавалась вся цепочка, которая позволяла через очень серьезные расходы на вооружение, в том числе запустить процессы экономические. я однозначный сторонник того, что все должны служить в армии, я считаю, в условиях того, где мы проживаем, патриотизм строится в первую очередь на том, что все должны осознать, что это моя родина, я должен ее защищать, и мужчины, и женщины. И в этом смысле пример Израиля, где стыдно не служить, где стыдно и девушке, которая тоже считает, что она должна тоже служить, это все нормально. И вот это восприятие, что я служу в армии, которой я доверяю, это очень важно. Вопрос, какая армия? Они говорят, ой, такая у нас ужасная армия, это курица и яйцо. Пока все не осознают, что мы должны служить в армии, что мы все будем там служить, не будет тогда восприятия, что эта армия должна, в том числе модернизироваться, измениться взаимоотношения между офицерами и рядовыми, между какие там порядки и все остальное. Поэтому я однозначно, что все служили бы. Я то, чтобы наш военный бюджет был бы нацелен на не просто закупку вооружения, а создание экономической мощи страны. И это то, чтобы у нас было фантастическое образование, и люди могли бы служа в армии пройти технологическое обучение и другие обучения, которые позволили им стать еще сильнее. Я считаю, что Лик Ванюм, премьер-министр Сингапура, когда был в Армении, он сказал надействующему президенту Сердже Акистяну, что в Сингапуре проводили исследование. Я, который служил в армии два с половиной раза, был более патриотичен, чем никто не служил. Ну, просто два с половиной раза. Это фантастическая цифра. Но что они делали, в Сингапуре? Они всех, говоришь, все, кто закончили школу, идут в армию. Мужчины, женщины, они не призывали. Дальше они отбирали десять процентов, которые в будущем хотели стать офицерами, и у них была отдельная подготовка. Остальные 90 процентов, они тестировали первые три месяца, воевали способности, таланты ребят. И пока они два года служили, там тоже два года служба, их еще готовили к той профессии, которую они получат после выхода со службы. То есть, они создали механизм, который позволял с одной стороны никому не чувствовать первый, второй сорт, все служили сразу после школы, не было исключений. С другой стороны, эти два года, которые достаточно важны для творчества и развития человека, они используют в том числе для подготовки к тому, чтобы потом какая-то сейчас пошла высшее учебное заведение, какая-то сейчас получила бы профессиональные знания, но вот этот нормальный подход системный, который должен быть, который у нас не было и который, к сожалению, даже не обсуждается сегодня тоже в нашей стране о том, как изменить это отношение к армии, как изменить саму армию, как изменить вот это отношение, что это не моя проблема. Я думаю, что во многом просто вот когда речь идет о Сингапуре и сразу понимать, что есть структура и есть условия для того, что человек чувствует себя в армии комфортно, что он понимает, что служба это не шаг назад, что это не два года потерянных и так далее. Я думаю, что большинство даже сегодня молодых людей, когда ты ведешь с ним беседу, они воспринимают армию и службу как просто проблему. И в первую очередь, о чем люди думают, это как бы сделать так, чтобы это откосить. Почему? Потому что, опять же, я сейчас, в принципе, беру все постсоветское пространство, когда проблема и дедовщины, и проблема, ну просто, в принципе, отсутствие каких-то тех условий, которые мы видим там в Сингапуре либо в Израиле. И понятное дело, что у людей это вызывает абсолютно нежелание. Ну, то есть, все равно все сводится к тому, что государство должно создать такие условия, чтобы человек и хотел, и вышел из этой армии. Я прерву. Да. Ты смотри, вот ты не замечаешь и всем говоришь, государство должно создать. Да. Я говорю, нет, Сарик, родная, нет, мы с тобой должны создать. Вот ты что можешь делать? Давай снимем фильм про военную, службу военных. Давай, каждый из нас должен сказать, важно ли для меня, для Сарик Андреасиан, для Рубэна Варданяна, для кого, чтобы отношения в армии были другие. Важно, что армия была другой. Когда мы говорим, что кто другой обязан, у нас сразу говорят, да, государство имеет огромную ответственность. И народ избирает правительство, руководство страны, платит налоги и требует от государства ближайшее ожидание. Еще раз, вопрос в другом. Услышь меня, вот знаешь, это очень важная вещь. Вот мы все на этой ловушке ловимся все время. Мы говорим, кто-то что-то должен сделать. Я что должен сделать? Я, как Рубэна Варданяна, что должен делать, чтобы в армии, условно говоря, каким-то образом изменить вот эту ситуацию? Каждый может сделать микрон, может быть, минимальную вещь. Но и когда мы поймем, что каждый будет это делать, поверь, сразу поменяется ситуация. И это фундаментальная проблема в Армении. Кто-то другой что-то должен сделать. Не я. Знаешь, вот это вот мне напоминает, когда вот в Османской империи была резня в 15-м году, геноцид наш. Это же фантастика, когда читаешь. Вот в этой деревне идет резня, прибегают, говорят, ребята, нас здесь там убивают. Они говорят, и не, а у нас есть знакомые, мы там договорились. Сейчас мы там... Нас не тронут. Нас не тронут. И сейчас это вот иллюзия, что я там сам как-то свою проблему решу. Вот есть великолепное высказывание протестантского пастора Немюллера, который, Мартин Немюллера, он сказал, когда пришли за коммунистами, я сказал, что я же не коммунист, что мне переживать. Когда пришли за социал-демократами, я сказал, я же не социал-демократ, что мне там переживать. Когда пришли члены профсоюза, я же не члены профсоюза, что мне переживать. Когда пришли за евреями, я сказал, что мне переживать, я же не еврей. Пришли за мной, выяснилось, что никто, некому стоять. Вот это опасная вещь, когда мы говорим, что это не моя проблема, это чья-то проблема, кто-то должен ее решить. Государство, богатые люди, церковь, неважно кто-то. Россия. Истерия вокруг расти просто бесит, потому что каждый раз мне хочется сказать, что, ребят, мы-то же сами все сделали и потом пришли сказать, что мы говорим, а не-не-не, зачти нас, а мы ничего делать не будем. Но это же невозможно так. В Армении просто касательно России, это вопрос тоже меня волнует, в том плане, что я постоянно натыкаюсь на две точки зрения. Первое, это то, что, ну, очень много, какое-то количество, скажем так, антироссийских настроений, а второе, это есть некое количество людей, тоже живущих в иллюзии, они говорят, ну, пусть уже мы станем частью России, пусть у нас уже будет рубль, и мы будем точно понимать, что нас никто не нападет, мы будем Татарстаном или Башкортостаном для России. И, то есть, огромное количество людей, которые вот они вот, ну, тоже чего-то ждут и ждут этого момента. Вот это два таких лагеря, и тот и другой звучит, ну, для меня наивно, но вот, опять же, как с этим быть, то есть, как объяснить людям, что, как бы, есть своя государственность, есть своя ответственность? Это очень серьезная проблема, потому что, действительно, продолжение нашего разговора. Мы все время хотим, чтобы кто-то за нас решил нашу проблему. Это феномен, который существует, с ним надо бороться, и объяснять его, может, угодим. Мы должны быть ответственны за сами себя. Мы слабые, не интересны России. Я хочу сказать, в России есть разные регионы. Есть регионы очень развитые, а есть там Калмыкия, есть не другие регионы, скажем так, где уровень развития очень плохой и низкий, поэтому можно оказаться в России и, в общем, не получить все те блага, которые... В принципе, я хочу сказать, пример Татарстана – очень хороший пример. Там руководство республики делает все, чтобы республика развивалась, была сильной и, на самом деле, усилия по тому, чтобы сделать любовь к родине, ответственность за свою родину, сделать инвестиции, привлечь инвестиции – это огромная работа делается даже внутри России, Татарстаном, и при этом рядом регион, где-то этого не происходит. Поэтому мы должны, самое главное, понять, что слабые или сильные мы будем – это важнее, чем будем мы с Россией или не будем с Россией, потому что мы и слабые в России будем никому не нужны, и сильные будем нужны России как партнер, как союзник. И это очень важная вещь. Я должен обрадоваться, что мы много делаем опросов за последний год. Все-таки мы самая пророссийская республика по советскому пространству. Ну, это вот что бы сейчас там кто ни говорил, истерику не устраивали, там сжигание флага, каких-то других людей и т.д. Это данность. Более 75% пророссийско настроенные, и в этом смысле это хорошая новость, потому что мы не имеем расколотое общество, как в Украине, где очень сильно расколото было. Всегда страдана пополам, да. Но еще раз вопрос, и Россия же разная, она тоже разная. Есть Россия, кстати, там Сколково, есть там уникальные проекты, там и примеры хороших проектов, которые построены, там Яндекс, Стрелка, там уникальные проекты, которые реализованы там в разных областях, там тот же там КамАЗ, там, который там обидит. Есть другие проекты, и это все Россия, она тоже разная. Поэтому восприятие России, одна из проблем, что 85% армян, живущих сейчас в Армении, не были в России. Ты знаешь об этом? Нет. Вот они, они смотрят же на Россию, очень интересно, или через официальные телевизионные каналы, освоят их минимальное количество, или через интернет, где в основном негатив про Россию. А как раньше, когда в советской системе приезжали, Почти все были, да. Да, приезжали в командировки, нет этого, поэтому я с удивлением, знаешь, каждый раз смотрю, как приезжают ребята, и вдруг видят, какая Москва шикарная, какие здесь проекты реализуются. Потому что восприятие идет очень стереотипы. И это, к сожалению, и стереотипы есть про нас, и стереотипы есть про Россию. И понятно, что на общем фоне большой информационной войны, которая идет между Россией и Западом, но это очень непросто воспринимать Россию как бы многоцветную, а не одноцветную. И в этом случае сразу родили, белый-черный. Но это одна из проблем. Мы потеряли русский язык. Россия не сделала того, что нормалось сделать, она не проинвестировала в поддержку русского языка, поддержку русской школы и так далее. Русской культуры, слушай, элементарная. Русские там спектакли русского. Огромная все-таки культура, русская культура, российская культура, огромная, мировая и очень интересная. И она практически исчезла с армянского пространства. В этом смысле, конечно… Ну, опять же, надо признать, что в связи с тем, что я там как-то по работе путешествую. И мне кажется, что все равно в Армении, опять же, мало того, что пророссийских действительно большинство, и все-таки язык российский плюс-минус многие знают. Потому что в других республиках совсем мне показалось, что печально с этим. Это правда, но это тоже вопрос. Ведь на самом деле проблема языка очень глубинная. Мы живем в мире, где нравится нам, не нравится, английский стал эсперанту. Ты знаешь, была история, ты знаешь эту историю, что в Японии, когда обсуждался в мировой конгресс, какие языки будут эсперанту, предлагался даже армянский как вариант, потому что он был маленькой нацией, и очень там… он был грамматически один из самых таких совершенных, полностью в своей форме и так далее. И была борьба между английским и русским, которые сказали, нет, советское слово не только русский, англичане только сказали английский. Мы имеем тяжелый вызов. Огромное количество языков умирает каждый день, они там находятся под угрозу уничтожения. И инвестирование в язык, поддержка собственного языка является важнейшей задачей. Мы должны понимать, что это не просто само собой. Даже то, что ты запретил другие языки, ты, например, армянский не стал сильным, и ты должен туда инвестировать каждый день огромное количество, чтобы переводить денег. Огромное количество нам надо инвестировать на перевод книг, на перевод фильмов, на создание различных механизмов, стимулирующих изучение армянского. Как я не говорю, что еще западноармянский у нас исчезает, еще отдельная проблема. Но при этом, если мы не поймаем, что у нас в 10 миллионов армян мы в мире, из них там 3 миллиона живет в России, 2-3 миллиона живет в англоговорящих странах, ну да, русский и английский должны быть частью нашего рабочего языка, при том, что мы должны вести в армянский, но по-другому не получится интегрировать диаспорт, по-другому не получится понять, что происходит в мире. И в этом смысле, конечно, у нас просто треязычность является одной из обязательных, как служба в армии для меня является обязательной, так и знание трех языков должно быть обязательным. Просто обязательным. У меня была ситуация, я оказался в Лос-Анджелесе, я оказался за столом, где я сидел 6 армян, и когда мы все начали говорить на армянском, выяснилось, что у нас у каждого свой армянский. Потому что один армянин был из Ирана, другой из Сирии, соответственно. Из Карабаха. И мы все в 6-ром поняли, что мы не понимаем друг друга, и перешли на английский язык. То есть это я тоже считаю какой-то, если честно, большой проблемой, потому что очень сложно, когда мы говорим про объединение нации, и говорим ее в масштабах, да, а не только диаспору, который существует в России. И вот каждый раз я вспоминаю вот эти истории, что когда вроде бы как полтора миллиона армян живет в Гленделле, но все говорят на разных языках и диалектах точнее. И это тоже очень большая сложность. Вот касательно того, что армяне отовсюду ждут помощи, а не кажется ли вот, что мы как диаспора тоже в какой-то степени в этом виноваты, потому что мы приучили к тому, что мы всегда можем высылать какие-то деньги своим родственникам и так немножко снять с них ответственность. Потому что я, в принципе, начинаю вспоминать, что, наверное, мой папа всю свою жизнь, как я помню, он высылал деньги в Армению тем или иным родственникам, а сейчас я это делаю. То есть, наверное, в этом тоже. И, конечно, сейчас нельзя так сказать, что давайте этого не делать ни в коем случае, но, наверное, в какой-то степени вот это отсутствие стратегии единой, возможно, тоже приучило к тому, что кто-то что-то должен. То есть, всегда можно куда-то позвонить, кто-то вышлет, и можно опять там ничего не делать. У нас есть несколько серьезных вызовов. Первое, действительно, посмотрите на израиль с Израилем. В Армении приходит 2 миллиарда долларов помощи, как твой папа или как ты там сейчас посылаешь. Нижних переводов, скажем так. Да, это такой диаспоральный welfare, я называю. Бесплатные деньги, которые просто идут и проедаются на жизнь, потому что людям надо на что-то жить. При этом 200-300 миллионов долларов в инвестиции те же армянские диаспоральные армяне делали. То есть, в 10 раз меньше, чем то, что помогло, когда поделать помощь. В Израиле 700-200 миллионов долларов такой вот реминтно с помощью и 7-8 миллиардов долларов в инвестиции. То есть, обратную вверх, совершенно по-другому структура взаимоотношений диаспоры и людей, живущих в стране. Вторая проблема, что у нас в диаспоре серьезнейшие проблемы. Мы сейчас теряем западноармянский мир, у нас западноармянский язык, у нас диаспора тоже очень разрозненная, тоже между собой неконтактирующая. Например, мы проводили исследование в Красноярском крае, у нас там 4 армянские общины. Это карабахские армяне, это амшинские армяне, это армяне, въехавшие из Армении в советские времена или в час, и армяне, которые жили там уже столетиями и живут в Красноярском крае. И они между собой практически не общаются. И это тоже задача очень непростая. Кто, у кого этот мандат на то, чтобы вот эту диаспору перезапустить, она меньше чтобы общалась. Но с отношениями диаспоры и Армения фантастически нарушены, был с двух сторон был нарушен договор о взаимном развитии, потому что обе стороны устраивало. Я послал небольшую сумму денег, я откупился, я забыл свой налог, и мне не надо уже переживать. Я не воевал, не служил, но видите, я денежку вам отправил. И здесь есть много вопросов, на самом деле, которые вот тоже стоят перед нами. Может ли армянин, живущий в Москве, если он готов, например, служить в армии, но может быть не два года, а там год, и готов платить налоги, имеет ли право голосовать или нет. Потому что мы считаем, одна из проблем, что диаспора была не вовлечена вообще в руководство управления страной. У нас мы вот насчитали 28 разных документов, подзаконных и законных актов, мешающих диаспоральным армянам работать в Армении. Да, то есть это осознанно системное было решение о том, чтобы сделать все, чтобы диаспоральные армяне не могли бы быть частью... Создать партию, куда-то баллотироваться, что-либо делать. Да, просто работать, еще раз управлять, если ты не можешь писать и читать на армянском, тебе уже начинается проблема даже на том, чтобы стать директором компании, даже, там, про управление страной. Но это вопрос тоже серьезный разговор. Что должно взять на себя диаспора, как ответственность и готовность быть частью того, что происходит в Армении? Какие права? У нас нет нормального диалога, разговора. И что должно сделать армянское правительство и армянский народ, живущий в Армении, чтобы диаспора, живущая сейчас в Беруте, где... Тяжелейшая ситуация, царик. Кого из нас волнует, что сейчас в Беруте люди имеют два часа в день, свет, у них нет работы, они не могут брать деньги из банков, они там живут в тяжелейших условиях, именно что есть. И кто, по этому поводу, переживает, какие сделаны здесь стороны Армении, для того, чтобы показать, что нам не безразлично, что происходит в Сирии или то, что происходит в Ливане. И это не просто отдельная помощь, отдельно благодаря организации. Это очень важный вопрос. То, что происходит в Иерусалиме сейчас, на самом деле, очень тяжелую ситуацию. Тяжелейшая ситуация, армянский квартал под угрозой уничтожение и того, что там мы потеряем все наши там святые места, на самом деле, если мы ничего не будем делать еще 10-15 лет. Поэтому этот вопрос двухсторонний изменения договора, о том, о чем я говорю, в том числе в нашей работе про фьючер Армении. Нам надо сделать новый общий договор между властью, народом, между властью и диаспорой, между диаспорой и народом, потому что восприятие Шурта Вацхай, восприятие того, что ты не настоящий армянин, потому что если ты говоришь бакинским акцентом, мы потеряли, мы все время говорим, из Сумгаида, Баку, Кировабада приехало около 400 тысяч армян, которых были вынуждены. Из них было огромное количество очень умных, толковых, профессиональных. Они приехали и тут же были вытолкнуты большей частью в Россию или в Европу, в Америку. У нас приехали сейчас сирийские армяне. Сколько их осталось? Небольшой процент. Нам отметят все это, принципиально. Ну вообще, Сарик, у нас серьезные вызовы. Но я хочу сказать, эти вызовы решаемы. Вот я в одном убежден. Вот несмотря на все эти сложности, что мы с тобой говорим, безразличие, отсутствие взаимоотношения диаспоры, отношение к руководству страны, которая не хочет и брать на себя задачу координации, консолидации и действительно создания такого какого-то частного государственного партнерства. При этом, Сарик, у нас удивительно есть возможность это все сделать за очень короткий срок. Я бы глубоко убежден, что мы можем поднять ВВП Армении, ну в три раза минимум, в три раза и не на 7% в год за 10 лет. То есть вот сейчас 13 миллиардов, будет 40 миллиардов через 10 лет. Я вот убежден, что это можно сделать. Не просто убежден эмоционально, а просто я понимаю, как это сделать. Я убежден, что мы можем сделать так, чтобы 50 тысяч семей переедет в Армению и это кардинально изменит процесс внутри Армении. Я убежден, что если мы сейчас соберемся и мобилизируем народ и покажем всему миру и сами себе, что мы сильные, все эти проблемы на границе будут решены намного быстрее и лучше в нашу сторону. Я глубоко убежден, что если мы сейчас вот соберемся, мы решим вопрос Иерусалима и Бейрута и западно-армянского языка и не только и восточно-армянского языка и того, чтобы в Армении приезжали бы не только армяне, но и другие люди мечтали приехать в Армению и жить. Потому что у нас есть базовая фантастическая страна с древней историей, у нас есть христианские гуманитарные ценности, которые очень важны сейчас, сегодняшний 21 веке. И если мы сейчас можем сделать органическую еду, экологически чистую, воздух и воду сохранить, то я уверен, что мы будем одним из оазисов вообще в этом мире душующем, в котором сейчас происходит очень много наглизов. Надо просто собраться с силами, консолидироваться, осознать ответственность, взять на себя эту ответственность и реализовать то, что мы должны делать. Вот к этой инициативе про 50 тысяч семей, мне кажется, это самая правильная инициатива в том плане, что она самая действенная. Потому что 50 тысяч семей, мы понимаем, что это 50 тысяч семей с удочкой, которая, скажем, будет создавать какой-то бизнес, во что-то инвестировать, по идее, и в принципе создавать и рабочие места. И опять же, если мы говорим про то, что менять и сознание, и ментальность, я к этому вопросу еще вернусь. Мне кажется, что это очень правильно. Я тут недавно прочитал, точнее, на днях прочитал статью BBC про, опять же, ситуацию в Армении. И там была такая статистика, что население Армении очень сильно обвиняет руководство Армении в том, что те хотят, скажем так, вообще, в принципе, мира и открытия границ с Турцией, с Азербайджаном, восстановления путей железнодорожных и так далее, и так далее. Причем на днях я беседовал с нашим общим другом и выяснилось, что, в принципе, даже люди, скажем так, образованные, очень не хотят этого и считают, что это неправильно. Мне вот интересно ваше мнение. Это пагубно для Армении, если мы попытаемся восстановить какие-то экономические связи, скажем так, с миром, с соседями, с которыми у нас, ну, по сути, война? Смотри, легко ли жить в крепости? Легче жить в крепости, когда ты от всех отстреливаешься, даже если крепость там виртуальная. Потому что в этой крепости гетто. Почему гетто считалось очень интересной формой сохранения неотичности? Потому что через гетто вынуждены сохранить свою неотичность. Поэтому, когда там возникло первое гетто в Венеции еврейское, оно было, конечно, дискриминационным. С другой стороны, оно позволяло сохранить себя и сохранить свою среду. Поэтому у крепости есть свои преимущества. Проблема с крепостью, что она абсолютно не позволяет развиваться. И сохранение крепости в сегодняшнем 21 веке – это непростая вещь. Если у тебя нет хорошего, серьезного спонсора, который тебе будет помогать безвозмездно огромные деньги. Все-таки надо еще напомнить про Израиль, который мы с тобой вспоминаем в СУИ не один раз. Но 280 миллиардов официально только денег американское правительство перечислило за время существования Израиля на военный бюджет и все остальное. Поэтому это огромные инвестиции, которые были сделаны. Сохранение такой идентичности в крепости и одновременно технологическое развитие – это очень непростая вещь. Мы видим пример Северной Кореи, где очень развитая Северная Корея, которая, кстати, была намного развита, чем Южная Корея. В Южной Корее не было ни одного города, а в Северной Корее была вся промышленность. За 50 лет в результате все изменилось. Поэтому может ли модель крепости быть эффективной и сохранить нам возможность не только поддерживать собственную идентичность, но и развиваться? Да, может при вот таких условиях. Второе. Можно ли просто взять, ответить в арту, сказать, заходите, кто хочет, давайте вместе сейчас дружить? Нет, нельзя. Для того, чтобы не получить тот же эффект, что произошло в Литве, например. Ну, вот Литва, у нее не были вражеские соседи, у них благопештский союз, который они все одной культурой, одна цивилизация. Открыли границу, стали членами ЕС, и вся молодежь уехала, потому что неинтересно в Литве. Поэтому это вопрос не только угрозы, что завтра там турецкие бизнесмены или азербайджанские бизнесмены там скупят все в Армении. Я как раз по этому поводу меньше переживаю. Я считаю, что мы точно сможем сказать, что мы лучше бизнесмены, чем они. Вообще, мы доказывали это все исторически всегда. Мы в Баку владели всем, а они и они. Поэтому в этом смысле у нас точно исторически есть преимущество. Вопрос в другом. Есть ли у нас конкурентные компании? Есть ли у нас конкурентная инфраструктура? Есть ли у нас конкурентные менеджеры? Нам нужен масштаб. Вообще армяне, конечно, выиграли от масштаба. Когда мы работали на всем Кавказе, я хочу напомнить всем нам, что в Тбилиси из 27 мэров, которые были выбраны или назначены в 2017 году, 25 были армянами. И весь бизнес в Грузии и весь бизнес в Азербайджане очень серьезно доминировало армянское купечество. И это факт, и это признают всеми, и это очень хорошо, это было на благо тем городам и тем странам, где они жили и работали. Поэтому нам масштаб лучше, для армян масштаб лучше, возможности лучше. Вопрос, мы к этому готовы или нет? Насколько мы готовы или нет? Это второй вопрос. То есть быть готовым к тому, что если открываешь границы, какой у нас конкурентный пример, как мы сможем консолидированно реально использовать привычную для того, чтобы создать максимально больше увеличения нам доходов. Доходов и третье, это очень важно, это доходов увеличение. Третья вещь, это уже вопрос геноцида и той ненависти, которая создана и у нас, и у наших соседей по отношению друг к другу. Геноцид с Турцией и непризнание геноцида, и это очень болезненная тема, и она очень непростая. Помню, когда Сергей Саркисян подписал протокол, женевский протокол, футбольная дипломатия, какая была реакция, особенно в западных армян, в Армении. Было разное, очень серьезное отношение к тому, что непродуманное, непонятное открытие границ без четкой позиции, потому как мы считаем, этот вопрос должен быть освещен. Освещен, какие должны быть действия, но, мне кажется, этот вопрос не решен до сих пор, и это, проще говоря, с Азербайджаном еще сложнее, с тем, что есть раны войны и погибшие ребята с двух сторон, и огромное количество людей, которые привыкли жить в ненависти друг к другу, создание механизма, который позволит на каком-то этапе начать общаться, а нам рано или поздно надо будет общаться. То есть, сложно себе представить, что мы там еще следующие сто лет или двести лет, вот так будет продолжаться, всегда будет такая ненависть, потому что, ну, история показывает, что ни в одном точке мира, такого не прозвращаясь, рано или поздно начинались процессы, которые позволяли жить как-то соседям, находить эти точки соприкосновения, болезненные, непростые. Я думаю, что мы к этому пока не готовы, но мы должны к этому готовиться, как и должны готовиться, о чем я сказал в своем году, когда мы делали фьючер Армении. Если мы считаем, что границы с Турцией будут открыты, и это правильно для бизнеса сегодня, нам надо быть готовы, что когда откроются границы, мы будем более проактивными, чем турки, мы будем более проактивными в той же Западной Армении. Мы, если мы верим, что люди, потерявшиеся во время своей территории, дома и так далее, готовы туда вернуться, надо создавать специальную программу репатриации, надо делать специальную программу создания армянских бизнесов в Карсе, Сумаэле и других местах, и Аны восстанавливать и так далее. Потому что иначе получится смешно, мы откроем границы и не будем восстанавливать Аны. Мы хотим, чтобы Аны полностью разрушилась бы. Я напоминаю, что у меня напали на нападки, как миллиард долларов, как можно в Турции. Я хочу, чтобы Аны уничтожилась окончательно, разрушилась бы. Вы псевдопатриоты, так называемые, которые сейчас меня пытаются сказать. Или когда вы говорите, что мы хотим в Западную Армению, а как там, значит, мы должны прийти и сказать, вот в Карсе я восстанавливаю это и это. По-другому не получится. Иначе это все блефт. Должен создавать основания для того, что, конечно. Я тоже считаю, что мы сегодня не готовы к этому открытию границ, потому что, ну, в первую очередь нужно иметь сильную страну и уже потом делать такие шаги. Конечно. Когда у нас будет ВВП 50 миллиардов долларов, когда у нас будет сильная армия, когда у нас будут сильные бизнесмены и технологические компании, у нас будет не два единорога, как там Крипси и Пиксара, а будут десятки технологических компаний, когда у нас будет кластер уникальных, там, конкурентных производств разных, которые мы будем, значит, в этом регионе, мы будем улучшим. Конечно. Конечно. Возвращаясь к инициативе по, скажем так, переселению 50 тысяч семей в Армению. Вот я бы вот просто хотел, чтобы вы рассказали про непосредственно эту инициативу подробнее, потому что вот когда мы говорим про то, что мы хотим, чтобы 50 тысяч семей дееспособных переехало в Армению и стало строить, скажем так, новое сознание, новую работу и так далее. То есть это вот мы говорим про, просто мы на эмоциональном уровне должны людей на это вдохновить или все-таки для этого создаются какие-то условия, что я имею в виду, к примеру, я не знаю, мы построили клинику и какого-то врача из Соединенных Штатов, к примеру, с ним подписывается контракт и он с семьей переезжает, к примеру, на 5 лет туда и посвящает себя Армении. То есть это финансовые влияния происходят в это или мы все-таки на эмоциональном уровне хотим человека, ну, как бы сделать так, чтобы он просто переехал в Армению и стал жить ради нее? Смотри, теза номер один. Отечество в опасности. Мы сейчас имеем реальную угрозу потери Армении. И я хочу всех, тех, кто смотрит эту передачу сегодня и будет смотреть потом, объяснить. Если вы это не понимаете, я вам хочу это сказать открыто и публично. Отечество в опасности. И если вы хотите сохранить свое армянство, хотите, чтобы ваши дети были армянами, если вы ничего не будете делать, сидя в Якутии, Владивостоке, в Москве, в Париже, Гленделе, неважно где, в Беруте, вы должны осознать, мы должны все осознать, отечество находится в опасности. Это теза номер один. Но это недостаточно. Теза номер два. У нас есть шанс реально создать сильную Армению и сделать из нее очень успешным местом проживания для армян и не для армян. Сохраняем наши традиции и ценности. В мире, в котором сейчас разрушается все, разрушается в том числе очень глубинная вещь. Например, из Калифорнии очень много людей уезжают не только потому, что там налоги подняли, потому что там происходит вещь, которая неприемлема для какой-то части, живущей там, потому что там есть разрушение базового понятия семьи, идентичности и так далее. Поэтому второе, это единственная уникальная возможность это сделать. Третье. Конечно, это вопрос к курице и яйцо, что первое, надо создать условия, чтобы люди приехали. Я могу сказать, как это было сто лет назад. Я уверен, что у нас можно повторить еще лучше эту историю. Когда Мартирос Сарян из Парижа переехал в Ереван, Париж 1920-х годов и Ереван 1922-х годов, это было в сто раз хуже, чем то, что сейчас между Ереваном и Парижем. Но именно такие люди, как Мартирос Сарян, Таманян, Исаакиан, Амбарцумян, Виктор, который приехал из Ленинграда и все остальные, конечно, за лидерами идут остальные. Если мы сможем, а мы сейчас ставим на дачу, запустить процесс, 10 лучших врачей мира должны приехать в Армению, армян. 10 лучших ученых, 10 лучших учителей, профессоров, преподавателей. И мы должны будем биться с того, чтобы, например, ректор университета Ереванского был бы именно величина мирового уровня. Вот у нас Юрий Уганазиан получил сейчас премию НЕСКО, как человек, который открыл несколько элементов. Орад Арзи является членом Академии наука Англии и по инженерии, и по медицине. Я не знаю, там, ну, Барафян, который создал Модерну и много чего другого. Я лауреат Нобелевской премии по медицине, который из Ливана, Армянин. Мы должны делать все, чтобы такого типа лидеры первым переехали, потому что они за собой притаскивают и своих учеников, и детей, и деньги, и проекты. И это все за собой тащит огромных сразу слой. Как Габрилянц, который приехал, я знаю, что есть, историю Габрилянца, последнего министра СССР по геологии, который переехал в Арцах, и он создал музей геологии, там он сделал картину галереи. Он создал какое-то количество, сразу к нему приезжало учеников и так далее. Это был просто один человек, а на самом деле это будет критическая масса. И это тез номер четыре. Это даст результат только если это будет сразу массово, достаточно серьезное количество людей. По отдельности происходили эти вещи, но система перемалывает и выбрасывает. Поэтому четвертый тез должен быть сразу и массово. Пятое. Те, кто верят, что это возможно, должны сделать все, чтобы помочь этому процессу. Даже если руководство страны на сегодняшний день этому не помогает, оказывает давление на руководство страны, надо менять систему отношений в обществе, и надо это делать. И шестое, я бы сказать, что все-таки нам мир помогает сейчас. Вот технологические изменения, онлайн-работа, можно сейчас, не надо переезжать полностью навсегда. Да, там может быть три месяца сейчас там, три месяца здесь. Конечно, я тоже точно, да. Там у нас с тобой друг Арика Хвердян, который работает, у него бизнес в Японии, в России, в Америке, а он идет из Армении. Ничего страшного, это очень возможно. То есть, возможно переехать в Армению и работать с миром, возможно остаться в Москве и работать на часть Армении, не приезжать в Армении на три месяца, но делать свою работу в Армении. То есть, технологический прогресс, и это тоже очень важно, пятый этап, позволяет нам абсолютно спокойно найти более гибридный вариант переезда, не требующий, как раньше, вот там, совсем скромно. Да, 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 да. Не, я абсолютно согласен, что в принципе, в первую очередь, должны быть лидеры в своих, скажем так, сферах. И уже второе, ну вот именно вопрос, как это сделать массово и консолидировано, для меня кажется более сложным, чем, я уверен, что, ну, скажем так, армян талантливых и уникальных огромное количество во всем мире, и я уверен, что там... И неравнодушных. Да, и неравнодушных. И многие из них бы с удовольствием это сделали, вопрос именно консолидации. И финальный вопрос, могут ли вообще, то есть армяне, как из диаспоры, поддерживающие вас, и точно так же армяне, которые внутри Армении, ну, рассчитывать на то, что Рубен Варданян будет, скажем так, представлять Армению там, что у вас будет своя политическая партия, допустим, либо вы будете претерпевать шаги непосредственно политические, а не вот... Смотри, Старик, вот весь наш разговор был об одном, мне кажется, важном аспекте отечества опасности. Мы начали разговор о том, что идет война на границе и заканчиваем. Мне не удается донести одну важную мысль, которую говорит Рубен Варданян, человек, который реально для себя ответил на вопрос, готов ли он нести ответственность за будущее не только себя и своей семьи, но и армянской нации и армянского государства. Если я говорю, я готов, означает, что я готов на все, что поможет Армении стать успешным. Если для этого требуется это, хорошо, но не эта сама цель, потому что в армянском ментальности, что меня бесит до невозможности, ощущение того, что это самая сладкая позиция, это быть премьер-министром Армении, это самая сладкая мечта быть президентом Армении и управлять. Вы хотите сказать, чем? Тем, что сейчас разрушается, тем, что сейчас превращается в ничто? Тем, что сейчас вообще, если находится на стадии банкротства, на то, что находится на стадии уничтожения, вы думаете, это самая сладкая должность для человека, который чего-то в этой жизни добился? Но вопрос в другом. Если это надо для моей страны, если это надо для моей нации, если я понимаю, что мы поймем, что это так, значит, конечно, готов на все, что поможет моей стране стать сильной, мощной, просветающей и счастливой. В этом смысле не вопрос. Стране и нации в мире в целом. Я еще раз хочу сказать, у нас вызов, и это очень серьезный вопрос, Сарик, вызов у нас уникальный, у нас есть преимущества и вызов. Мы, с одной стороны, имеем страну, с трехмиллионным населением, у которой есть очень много вызов проблем, но мы имеем все миллионы диаспоры, которые тоже имеют свои вызовы и проблемы. И я считаю, что нам надо все время помнить картинку, держать в голове, не только про Армению, не только про Арца, но про весь мир, который на самом деле есть. Вот у нас в фьючер Армения из 107 стран подписались люди. 107 стран живут армяне, которым не все равно, что происходит с Арменией, с армянским миром. Вы понимаете, какое это преимущество? Но если мы не дадим картинку решения, как мы будем взаимодействовать страна и мир, ничего не получится. Поэтому в этом смысле я вижу необходимость создания механизмов и институтов, которые бы работали именно в этой стыке. Сеть государства, государство, которое должно быть очень сильным, и сеть, которая должна быть устойчивой и работающей. И только так мы можем быть очень конкурентными. Я уверен, что у армян есть конкурентная преимущество. Если мы это первое сделаем, мы будем примером для всех, для всего мира. Смотри, Фейсбук переименовал себя уже в МЭТО. У него попытка сказать, что вообще сеть важнее государства. И война идет между государством и сетью с 2001 года. 9-11 была ИГИЛ, запрещенная организация, террористическая сетевая система против крупнейшей страны в мире, самая богатая и самая мощная. 8-го января 1921 года Трампа, президент Америки, отключил твиттер от социальных сетей. Это был шок, потому что вдруг выяснилось, что такое вообще возможно. То есть мы видим серьезный конфликт между сетью и государством. Мы видим серьезное или игнорирование конфликта. Мы можем, как первые принесшие христианство, как первые, которые пошли над национальной религией, и поняли, что это очень важный элемент развития человечества, мне кажется, здесь тоже у нас есть возможность, если мы нащупаем механизм. Как сделать так, чтобы государство было сильным, мощным, эффективным, компактным, управляемым, прозрачным, справедливым и так далее, и так далее, и так далее, но при этом еще была бы сеть, которая взаимодействовала бы, и эта сеть работала бы вместе с государством в режиме синхронизации, а не антагонизма. Конечно. Но это будет самая большая победа наша. Ну, я могу сказать, что я удовлетворен этим ответом, потому что я, в принципе, хотел это услышать, и мне кажется, что, безусловно, это очень незавидная позиция восстанавливать и созидать то, что, как бы, десятки лет, скажем так, существует в обратном порядке. Но дай бог, чтобы все сложилось в том плане, что я более чем уверен, что Армении нужен сильный менеджер, который, конечно же, ставит во главу не свои амбиции, а именно то, чтобы объединить людей. И вот даже армян из Африки, мы говорили о том, что даже вот в республике Чад есть армяне, которым хочется принимать участие, которые неравнодушны, но на сегодняшний момент все хотят делать, но не очень понимают, как, с чего начать. И, безусловно, в этом нужен, ну, менеджерский подход, лидерство. И я очень надеюсь, что вы тот человек, за которым и к которому мы будем прислушиваться, и за которым мы с удовольствием пойдем. И это не только я. Я думаю, что, дай бог, что это большинство армян. Спасибо, Старик, для доверия. Но можно я скажу одну вещь? Очень опасно верить в Мессию. Очень опасно верить в одного человека, который спасет мир. Давайте делать это все вместе. Давайте спокойно это обсуждать, дискутировать, находить лучшие решения. И тем, кто это неравнодушен, тем, кто готов в это впрягаться, тратить время, тратить силы, тратить свои эмоции, я хочу сказать одну простую вещь. Ребят, у нас нету больше возможности это отложить на потом. У нас нету возможности сказать, давайте я сейчас немножко заработаю денег, а потом это сделаем. А потом помог, да, сделаем. Старик, у нас у всех очень простой выбор. Или мы это делаем сейчас, все те, кто неравнодушен, кто-то готов для себя решить, что вот почему-то вопрос моей национальной неэтичности, моего национального государства является важнее, чем моя личная сегодняшняя выгода. Я готов пойти на все, чтобы помочь стать Армении Синой. Или эту тему закрыта. Поэтому я хочу сказать, что это коллективная должна быть воля людей, которые должны сказать, я ответственный. Еще раз. Это два ответа удивительных в армянской церкви. Есть терем, еще раз. Я ответственный. Я беру на себя респонсибиловь, я беру на себя ответственность. Начинаю с себя, в первую очередь. Я поэтому хочу сказать, я благодарен тебе за поддержку, благодарен за то, что ты готов и делаешь уже, не просто там, видно, как ты активно пытаешься при помощи в этом процессе. И я очень надеюсь, что этот процесс действительно будет то, что этот процесс приведет к тому, что мы с тобой очень сильно удивимся. Какое количество у нас ярких, интересных и разнообразных людей скажут, что я не равнодушен, и я готов стать рядом. Спасибо большое за интервью. Спасибо.